Все начинается с театра. Так называемая священная единая хорея, единственная музыка, танца и пение. И считалось все. Мистерии, религиозных мистерий начинается с театра. Театр вообще начинается с мистерии, посвященной Богу Деонису. И причем древние считают, что гораздо лучше подрискать эти славы в мистерии, театральное составление, традиции, чем самому принимать в ней участие. Так что Платон – это человек в своем времени. Просто он уточняет некоторые диктали, я так сказала. Вторая личина, почему Платон относится к представителям искусства. Смотрите, он так… Вообще не было понятия искусства, как художественного творчества во времена Платона. Было понятие Терне или Минкерство. Сюда включали и художественное творчество, да? То есть любое творчество человека. И поэтому Платон ставит ремесло выше художественного творчика. Он признает о том, что ремесленник, создавая конкретный стол или конкретный стол, совершает идею этого стола своим умственным упором и создает некоторое подобие. Стол – это подобие. Он проще, он только тень, менее реален, чем идея стола. Идея стола здесь, она реальна. А вот стол менее реален, но это некое подобие. А что говорит художник? Художник пребывается в тени. Он изображает виденный стол. То есть… И вот… И вот…